Здоровье это еще не все, но все без здоровья ничто, поэтому в ближайшие полчаса узнаем полезную информацию. Меня зовут Инесса Панченко, здравствуйте. Первые упоминания об этой болезни датированы 460 годом до н.э., когда Гиппократам были описаны случаи потери сознания как симптомы заболевания головного мозга. Жертвами инсульта были Иоганн Себастьян Бах, Чарльз Диккенс, Дюма-младший, Владимир Ленин, Иосиф Сталин и немало других исторических фигур. В России от инсульта ежегодно погибает около 200 тысяч человек. Еще столько же остаются инвалидами. Накануне Всемирного дня борьбы с инсультом начнем вооружаться против этого недуга. Знакомьтесь, пожалуйста, сегодня наши эксперты. Инна Скрипник, кардиолог Самарского областного кардиологического диспансера. Здравствуйте. Здравствуйте. Инна Стрельникова, невролог клинической больницы имени Середавина. Добрый день. Здравствуйте. И Екатерина Корнева, врач-терапевт, заведующая дневным стационаром Самарской городской больницы в номер 7. Здравствуйте. Вот инсульт от латинского «скачу, впрыгиваю», «мозговой удар». А что-то такое на самом деле? Наверное, с этого и стоит начать нашу сегодняшнюю программу. Согласно определению, которое было дано Всемирной организации здравоохранения еще в 1978 году, инсульт – это остро-внезапно возникающая очаговая неврологическая симптоматика, то есть или общемозговая симптоматика, которая длится больше 24 часов, либо же приводит к смерти при исключении других причин, кроме сосудистых заболеваний. Под очаговой симптоматикой мы понимаем такие симптомы, как слабость в какой-либо половине тела, либо в конечности, а не менее в какой-либо половине тела, асимметрию лица. Под общемозговыми симптомами мы понимаем угнетение, либо утрату сознания, головокружение. Цифры – это дело статистики. Но в целом, как-то можно вот картину обрисовать по Самарской области? Как много у нас больных инсультом? А что касается актуальности этой темы, можно начать с цифр мирового масштаба. То есть пока мы с вами разговариваем, каждые 2 секунды у кого-то случается инсульт, а каждые 4 секунды он забирает чью-то жизнь. По Самарской области в среднем, скажем, ну что касается сосудистого центра, то проходит за год более тысячи пациентов с различными формами нарушения инско-окровообращения. Конечно, это много. Скажите, пожалуйста, Инна Владимировна, есть люди, которые могут сказать, мне это не грозит, со мной это случится никогда. Есть, вот бывают группы риска, а это наоборот группа какая-то такая благоприятная. Нет, я думаю, что от этого никто не может зарекаться, поэтому для этого существуют, в общем-то, и профилактические осмотры, и диспансеризация, появление пациентов, у которых имеется высокий сердечно-сосудистый риск. И уже этим пациентам, конечно же, нужно уделять большее внимание. У нас есть такая диаграмма, которая показывает факторы риска, но я думаю, что каждый из вас наверняка может что-то к ней добавить. Вот мы ее сейчас можем видеть. А что является основными факторами риска? Это повышение холестерина уровня крови, стрессы, постоянные какие-то депрессии, конечно, гипертоническая болезнь, чрезмерная физическая нагрузка. То есть человек должен следить также за своим питанием, что он кушает, не перенапрягаться. Может ли наследственность считаться фактором риска? Гиперлепидемия может быть действительно, когда высокие цифры холестерина, триглицеридов, которые способствуют выраженному развитию атеросклероза, общему атеросклерозу не только сосудов головного мозга, сосудов кровоснабжающих, сердечную мышцу и периферических артерий. Здесь уделяется уже больше внимания. У нас, например, в кардиодиспансере сейчас работает программа, где мы отбираем таких пациентов, которые посещают у нас амбулаторный прием или которые находятся на стационарном лечении, у которых выявляются очень высокие показатели липидного спектра. Этих пациентов, в общем-то, мы набираем в определенную группу, чтобы уже за ними иметь более, так скажем, внимательную диспансеризацию проводить и наблюдение за ними, и своевременное лечение. Я читала, что женщины в большей степени подвержены инсульту и чаще умирают от него. Ваша практика говорит об этом или нет? Что касается данных статистических, то для разных возрастных групп соотношение страдающих инсультом мужчин и женщин, оно различно. В Российской Федерации, к сожалению, преобладает сильная половина человечества, так как именно среди них чаще... Мужчины чаще курят, чем женщины, чаще злоупотребляют алкоголем, чаще не контролируют давление, и мало того, что они его не контролируют, так еще и нерегулярно принимают препараты, либо вообще не склонны лечить гипертоническую болезнь. Что касается женщин, то до определенного возраста, ввиду того, что эстрогенный фон сохранен, они менее подвержены риску развития сердечно-сосудистых заболеваний. А в более зрелом возрасте, как правило, это уже старше 70, старше 80 лет, риски у мужчин и женщин, они уравниваются. Но так как в нашей стране мужчины живут меньше, чем женщины, поэтому мы получаем преобладание условное женщин над мужчинами в более зрелом возрасте. Является ли фактором риска длительная депрессия? Данных литературы, касающихся вот этого вопроса, их, собственно говоря, нет, и психиатры не склонны так считать, что длительная депрессия является фактором риска развития инсульта. Депрессия может возникать как органическое проявление хронической ишемии мозга, и при наличии хронической ишемии мозга, которая действительно является предрасполагающим фоном для развития острого нарушения пскового кровообращения. Вот можно это объяснить именно так. Скажите, пожалуйста, почему так важно быстро определить инсульт и быстро отправить больного в больницу? Я, кстати, разные цифры видела вот этого терапевтического окна. От трех часов до шести, что в течение этого времени нужно больного отправить. Вот какой все-таки это промежуток и почему? Что касается важности определения первых симптомов инсульта, то да, сейчас, скажем так, это обусловлено так называемым терапевтическим окном. Что значит терапевтическое окно? Это понятие справедливо только для ишемического инсульта, и оно разработано для того, чтобы провести максимально эффективное лечение этой системной тромбоэлитической терапии. По современным рекомендациям терапевтическое окно составляет до 4,5 часов при наличии соответствующих показаний. Но, опять же, 4,5 часа – это не то время, когда мы обнаружили больного и привезли в стационар, а именно то время, когда мы от момента обнаружения пациента до начала лечения. То есть доставка в больного в стационар должна проводиться раньше, чтобы успеть определить и тип инсульта, и показания для самого эффективного на сегодняшний момент метода терапии и самого доказанного. Екатерина Владимировна, вот Ваша коллега говорила о том, что мужчины у нас более беспечно относятся к своему здоровью, курят, не следят за давлением. Вы, как человек, который видит пациентов, скажем так, на первичном приеме, что можете добавить к этому? И вот случается ли так, что человек пришел, обратился, вынужден был к какой-то проблеме к Вам прийти, и Вы замечаете у него, скажем так, прединсультное состояние вообще? Такое возможно или нет? Да, конечно, на приеме такое возможно. Когда человек приходит, приходит человек в основном с высоким давлением. Даже на фоне приема гипотензивных препаратов давление может держаться на высоких цифрах. И когда человек приходит, можно, в принципе, заподозрить прединсультное состояние. То есть человек жалуется не только на головную боль, там слабость в какой-то половине туловища, то есть может быть слабость в руке, ноге, затруднение речи. То есть тогда участковый терапевт может заподозрить, в принципе, начинающийся инсульт. Я сейчас хочу, чтобы мы вместе с нашими зрителями посмотрели небольшой ролик, потому что специально вот к одному из дней борьбы с инсультом был создан такой флешмоб, танец о трех признаках инсульта. Давайте посмотрим. Дорогие друзья, я Егор Дружинин, а это мой фестденс. Три притопа и три признака, по которым мы определяем симптомы инсульта. Первый – невозможность улыбаться. Второй – невозможность произнести свое имя. И, наконец, третий – невозможность одновременно поднять обе руки. Поехали еще раз. Что касается первых симптомов инсульта, то их, конечно же, не три, их можно назвать пять. А те симптомы инсульта, о которых мы сегодня поговорили и по которым был представлен видеоролик, это визуализация шкалы, которая была разработана Американской ассоциацией по борьбе с инсультом, шкала FAST. Лицо, речь, рука и время. К этим симптомам я хотела бы немного прокомментировать. Что касается слабости мышц лица, то это, да, действительно асимметрия лица. То есть одна половина работает плохо. Больной не может улыбнуться, больной не может надуть щеку с одной стороны, выпускается воздух. Это именно поражение половины лица, а не слабость лица с двух сторон. Слабость в руке – это более понятный симптом. Когда мы просим пациента поднять обе руки перед собой, он либо не может поднять одну руку, либо она опускается быстрее. Это проверить достаточно легко. Что касается речи. Речь может быть либо замедленной, либо нечеткой. Либо пациент произносит слова неправильно и неправильно строит фразу. То есть как это называется – агроматизм. То есть это симптомы дизартрии, нарушения произнесения, четкости произнесения слов и фраз, и афазии. То есть первичного расстройства речи. Затем следует вспомнить о таких симптомах, как потеря зрения. Это потеря зрения на один глаз. Называется транзиторной монокулярной слепотой. То есть один глаз может вообще не видеть. Да. Порядка 15-20 минут. Это расценивается тоже как приходящее нарушение мозгового кровообращения. Либо же сужение полей зрения. Либо правых, либо левых. Пациент это может описывать как… Есть такое красивое название – симптом пирога в небе. Когда пациент видит темный сегмент. И не может объяснить его возникновение. Причем он видит это по переменам то одним глазом, то другим. То есть закрывая один глаз, он может сказать, что да, правым я это вижу. Закрывая правый глаз, левым я это вижу тоже. Эти симптомы значимы. И нарушение статики и координации. То есть нарушение головокружения, как это часто называют пациенты. То есть это внезапно развившаяся неустойчивость. Когда больной не может ходить, его клонят на одну сторону, либо он внезапно падает. Соответственно, совокупность этих симптомов не всех, но хотя бы трех, позволяет диагностировать инсульт с точностью до 80%. И здесь уже никаких вариантов скорой помощи. Если есть хотя бы один симптом, то да, обязательно вызов скорой помощи. Ну это может быть и головные, и интенсивные головные боли, повышение артериального давления значимое. Затем нарушение речи. Ну как уже говорили, слабость в руке или в ноге. Когда человек не может, наверное, выразить свое состояние, когда он затрудняется, это тоже надо обратить нужное внимание. Когда это все возникает внезапно. Одним из факторов риска, самым важным, которым является риск возникновения инсультов, это нарушение ритма. Это фибрилляция предсердий. Она может вследствие пороков сердца быть, вследствие ишемической болезни сердца, перенесенных инфарктов миокарда. Но тем не менее, при такой патологии, когда есть еще, там учитывается возраст, пол, наличие сопутствующей патологии сахарного диабета, артериальной гипертонии, сердечной недостаточности, то тогда уже определяются показания для назначения антикоагулянтов. И вот эти антикоагулянты, препараты, которые разжижают кровь и предотвращают тромбообразование, пациенты должны обязательно принимать, когда назначаются они врачами. К сожалению, вот это сейчас пока у нас бич такой большой... Стало получше и перестали пить таблетки. Да, стало получше, нормализовалась частота сердечного сокращения, и пациенты прекращают. Или говорят, у меня непостоянная форма нарушения ритма, там, фибрилляции предсердий, тоже могут прекращать принимать эти препараты. Но это независимо от того, постоянная форма или пароксизмальная, и, как я говорила, учитываются предыдущие баллы, там, и сопутствующие патологии. Обязательно должны принимать антикоагулянты. То есть, если я вас правильно поняла, назначенный препарат нельзя прекращать, прерывать до того момента, пока об этом не скажет лечащий врач, правильно? Конечно. Скорее всего, это нужно будет принимать всю жизнь, эти препараты. Особенно после инсульта. Обязательно. Вот я могу сказать, что моя мама привыкла уже к тому, что у нее высокое давление, и, например, верхняя планка в 200 не заставит ее вызвать скорую помощь. Вот какие все-таки цифры считать критическими? Ну, вообще нормальными цифрами артериального давления считаются это пограничные цифры 140 и 90. Все, что выше, независимо от того, какова причина повышения артериального давления, подлежит лечению. И причем гипотензивная терапия должна быть ежедневная, постоянная, выработанная вместе с лечащим, доктором, или с доктором амбулаторного приема, с участковым врачом или с врачом общей практики. И лечение должно быть постоянное, под контролем артериального давления. Пациенты должны обязательно вести дневник контроля артериального давления, измерять утром и вечером. И уже в зависимости от этих цифр дальше определяется, ну, постоянная терапия гипотензивная. А 180-200 – это, в общем-то, уже достаточно критические цифры артериального давления. И как раньше было, как мнение такое было, что чем старше человек, тем артериальное давление может быть выше, да? Когда раньше говорили возраст, значит, если вам 60 лет, то может быть 160 давлений. Нет, независимо от возраста, артериальное давление нормальным считается 120, 130 и 80, 70, а пограничные цифры 140 и 90. И еще раз хочется сказать, чтобы все-таки пациенты были преемственны к лечению при назначении врачом или на амбулаторном этапе, или после выписки стационара, будучи пациентом лежал с повышенным артериальным давлением, с гипертоническим кризом, он обязательно должен принимать гипотензивную терапию постоянно. Мы все равно сейчас еще должны поговорить с вами о профилактике, хотя уже мы, в принципе-то, о ней говорим. Ну, вот, например, в интернете я нашла целую такую, можно сказать, энциклопедию. Покажи, сейчас наш режиссер показывает нам, чего не делать, что может являться угрожающим фактором. Ну, на самом деле, все знают, что алкоголь, курение, вот жирная пища, в общем-то, наверное, ничем никого здесь не удивить. Что еще из профилактических мероприятий каждая из вас могла бы посоветовать нашим зрителям, для того, чтобы, ну, просто вот не довести до угрожающего состояния, чтобы не пришлось уже лечить и бороться? Что касается физической активности, то она необходима всем людям и здоровым, и больным сердечно-сосудистой патологией, в принципе. 40 минут ходьбы в среднем темпе позволит лучше себя чувствовать, улучшить настроение, уменьшить симптомы депрессии, которые сейчас все очень интересуются. Потому что, когда мы ходим, в организме выделяется большое количество серотонина и эндорфинов. Поэтому фоностроение улучшается, артериальное давление несколько снижается, сосудистый тонус регулируется. И вообще мы даже после инфаркта миокарда рекомендуем пациентам после выписки ходить не менее 3-5 километров в день, ну, правда, постепенно увеличивая эту нагрузку, и проходить это где-то практически 5 раз в неделю обязательно. Около часа такие прогулки должны быть. То есть от инсульта можно не только убежать, но и уйти? Для начала, да. У каждого все равно врача есть какие-то секреты своей личной, здорового образа жизни? Может быть, что-то еще посоветуете нашим зрителям? Правильное питание должно быть. Не менее 3-5 раз в день кушать. Но это же не говорит о том, что шашлык нельзя вообще никогда и ни за что. Ну, в праздники разрешается. Ну, а так больше уделять, наверное, внимание кисломолочным продуктам, нежирным сортам мяса, больше птицы, говядине, кролику, рыбе, морской рыбе, там, где находятся поленасыщенные жирные кислоты, которые именно снижают содержание холестерина в крови. Вот, затем нужно обязательно кисломолочные продукты употреблять и большой акцент на овощи и на фрукты. Сейчас достаточно много различных информационных акций, как выяснилось. Проходит везде, надо только знать, где и когда, и что. И вот, например, в больнице Середавина мы ездили, снимали в день борьбы с инсультом. Там проводится такая акция здоровья. Будет ли в этом году что-то подобное и как туда попасть? Эта акция будет обязательно. Будет она 28 ноября в пятницу с 10 утра до 14.00. Мы принимаем всех желающих в холле поликлиники и в холле главного корпуса на втором этаже. Также, как в прошлом году, будут составляться паспорт здоровья, оцениваться факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний и даваться рекомендации обратившимся по снижению риска развития инсульта и инфаркта миокарда. Вообще, каждый доктор, который сидит на приеме, он просто обязан проводить профилактику сердечно-сосудистых заболеваний и вообще заболеваний в целом. Ну, доктор обязан проводить, а желают ли пациенты получать эти советы? Да, пациенты будут только рады, если им доктор сядет и объяснит, как нужно правильно питаться, как нужно правильно принимать таблетки, в какое время, какие таблетки. Пациентам это очень нравится. Ну что, будем, наверное, подводить итоги нашей сегодняшней программы. Спасибо большое за то, что пришли и ответили на наши вопросы. Можно, да, дополнить, если есть такое желание. Хочется подвести небольшой итог, небольшое обобщение всему, потому что мы здесь с вами сказали. Инсульт — это не отдельная болезнь. Об этом надо помнить. Инсульт — это осложнение многих и многих заболеваний. Это осложнение гипертонической болезни, осложнение сахарного диабета, осложнение атеросклероза, осложнение аутоиммунных заболеваний соединительной ткани, осложнение заболеваний крови. То есть это только синдром. То есть инсульт – это не первый симптом, по которому нужно бить тревогу. Это уже почти финал. Что касается инсульта, то сейчас в современных условиях 90% случаев предотвратимы. Это очень важно. Это очень оптимистично. Это очень оптимистично, конечно же. И очень важно почему. Потому что если пациент знает, что болезнь можно предотвратить, причем это болезнь такую, которая может кардинально изменить его жизнь навсегда, то, возможно, он будет лучше исполнять данные рекомендации. Очень доступно и понятно. Спасибо большое за признаки. Одним словом, внимание. И еще раз внимание к себе, к своему здоровью и к своим близким. Еще советские ученые подсчитали, что больше всего инсультов с летальным исходом приходится на зиму и осень. Португальские исследователи установили, что снижение температуры всего на 1 градус увеличивает вероятность наступления инсульта на 4%. Дело в том, что наступление холодной погоды приводит к повышению артериального давления, которое, как известно, является главным фактором риска развития инсульта. Будьте осторожны в преддверии наступающих холодов. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!